Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе Бувуй ушёл в заслуженный однодневный отпуск, поэтому вместо него буду я, болеющий с пидораком дыхательной системы Би-Би. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подпис-славы. С вами я, ваш верный друг, ВОСТЬ. Вам всем так зашли ролики по халфе, что я решил заснять для вас ролик по World of Warcraft. Am I a joke to you? Это пилотный выпуск, но он отличается от обычных роликов тем, что по жанру является трагикомедией. И если вам зайдёт, то вы в будущем можете получить ещё, а если нет, то я тогда пойду на три буквы. Решайте сами, а я пока что поиграю в Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends это замечательная ультраграфическая мобильная РПГ, которую скачало уже более 15 миллионов человек. Собери свой отряд и отправь в рискованный поход, в котором выживет сильнейший. Ох уж это тёмное фэнтези. Начни свою коллекцию чемпионов, взяв одного из более чем 400 героев. Дай ему в напарники рыцаря, эльфа или орка, а если захочешь, можешь взять даже нежить. Выбирай им артефакты и прокачивай их уникальные таланты, дабы они показали противнику, что такое true или deep dark fantasy experience. К тому же ты можешь создать свой собственный клан, куда вступят такие же работяги, как ты, и вместе с ними устраивать налёты. Также, тут есть режим автоматического мультибоя. Отправь своих чемпионов самих зачищать данжики, пока ты чилишь, просматривая видосы. Вы только посмотрите на огромный план обновлений, который планируется на следующие 6 месяцев. С таким обширным контентом у вас совершенно не будет времени скучать. И что самое важное, игра абсолютно бесплатна. Качай рейд по моим ссылкам, и ты получишь 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона. Рейд Shadow Legends. Переходи по ссылкам в описании под роликом. Я решил поностальгировать палдовому Вову, в который никогда не играл, и поэтому захожу в Вов Классик. На самом деле, самый первый раз я поиграл онлайн-овый варик, когда только вышел Burning Crusade. И у меня были две вот такие классные коробки с ароматными артбуками внутри. Кто не понял, тот не поймёт. Глядя на вот эти скрины, я думал, что в игре меня ждёт нечто эпичное и воодушевляющее. Меня ждёт приключение, где я смогу быть кем захочу. У меня тогда была маленькая самооценка, и поэтому я создал гнома-мага-инженера, который бегал у меня с ружьём в руках. И пофиг, что бил тублюдски, зато как ролеплеил душевно. В данном пробном видео я буду играть на сервере Змей Талак за обычного лысеющего хуманского работягу Бакареша, который в душе дворф, а на деле паладин, шактер, кузнец и запойный алкаш. Конечно, изначально я хотел создать ББ, но... Эй, а я помню такие загрузочные краны? Квадратные. Нам показывают начальный ролик, где говорят, что бла-бла, люди расы гордые, бла-бла, Андуин, Рин, король, но мы за него не голосовали, так как день выборов Бакареш валялся бухой, облёванный, обосранный, в прокажённом сене. Мы оказываемся в хуманских залубках, где маршал Макбрайт просит нас помочь с зачисткой от кобальтов. Кто не знает, кобальты это такие крысиные гуманоиды, которые живут под землёй и ровлят над шутками про члены. Убить несколько чудиков на поэтеху неписям? Досуг сомнительный, но иным путём деньги на алкоголь не заработаешь. Размять мышцы Бакареш решил на обычном диком четвероногом фури. Квесты на фури не было, но тем лучше, и скоро вы узнаете почему. На колотушке по хлеборезке. Кобальтов тоже приятно ломать, особенно когда после очередного удара мы получаем новый уровень. И заодно видим, как растут наши навыки мастера колотушки. Тем самым мы понимаем, что избивая сказочных существ, растём физически и духовно. Но Бакарешу всё равно такой расклад не особо приятен. Он, конечно же, не пацифист. Просто, по его мнению, лучше убивать тех, кто ему не нравится лично, а не тех, кого сказал убивать государство. Поэтому от убийства мохнатых он получит больше удовольствия, чем от геноцида этих бедняжек. Хоть и за деньги. О, а вот и козырные халявные пертачки. С таким луком можно даже идти к одолить эльфиек. Не всегда поймёшь, кто из них мужчина, а кто женщина, но тогда же лучше. Какой азарт. Мало кто знает, но под словом свеча кобальты имеют в виду свои гениталии. То бишь писюн. Я отрапортовал обо всём маршалу, и тот награду дал мне всего лишь 25 медиков. Крыса хуманская. За такие гроши даже пакет порошкового вина не купить. Однако маршал всё понял и повёл себя как самый настоящий хитрожопич. Вместо достойной награды отправил меня к местному наставнику паладинов Сумюэлю, который, по идее, должен меня духовно взрастить и обучить паладинским навыкам. Но пошли вы на три буквы. Я пойду и дальше зарабатывать хоть и неприятным для Бакареша убийством болванчиков. Минус ещё 10 крысюков, 8 мохнатов и 12 бандитов из какого-то Братства Справедливости. Мало кто знает, но Братство Справедливости это хуманская оппозиция, которая в определённый момент истории была обманута государством. На первый взгляд они выглядят как злодеи или берахи, но углубившись в их историю невольно осознаёшь, светлая империя людей воняет говной. Убив в среднем за игру около 60 неписей, мы скопили себе на ниху. Бакареш осознаёт, тут ничего не заработать, да алкогольная зависимость начинает ломать. Следующая наша цель – златоземье, а именно таверна «Гордость льва», которая в данной локе является центром отдыха и алкогольной дистрибьюции. Даже хайлевельные игроки порой возвращаются сюда, чтобы пропустить пару стакашек, прокисшего и вспомнить, как всё начиналось. Бакареш следует их примеру, только он пьёт и вспоминает, ни с чего начинал, а чего не добился. Пока все катаются на собственных маунтах, он бьёт кобальтов и доводит себя до бессознательного состояния просроченными напитками, разбавленными поросячьей мочой, то бишь светлым лордронским. Классический хуманский напиток. Валяясь в очередном алкогольном бреду, он решил – исправлюсь, встану на путь истинный, получу квалификацию шахтёра и кузнеца, стану порядочным гражданином. Иначе пара-тройка таких вечеров, и он достигнет точки невозврата. В лесу никто ничему не обучит, а значит, надо идти в столицу, в Штормград. Само обучение стоит денег. Как бы это ни было печально, но придётся и дальше заниматься заказными убийствами. Почему всем местным жителям только и нужно, чтобы мы кого-нибудь дубили? В таком жестоком мире вроде ничего не удивит, но некий Уильям Пест поразил даже такого поражённого заболудой губы Кареша. Он слёзно обратился к нам, что так и так, нужно, чтобы мы сходили в шахту кобальтом и отобрали их... свечки. От слуха свеча кобальты имеют в виду свои гениталии. Алкоголик поразился такой жестокости. Ладно убить, но такое. Делать нечего, деньги иным путём не заработаешь, тем более оплата немаленькая. Простите, бедняжки, но только на ваши писюны я смогу себе позволить светлое будущее. На, забирай, садист! Вильям радуется и снова даёт нам задание, от которого мы не можем отказаться. Он отправляет нас в Штормград, в столицу, куда нам и надо идти на обучение. Он отдаёт нам коробку со свечками и желает доброй дороги. Сам путь не близкий, идти надо аж целую пару минут. Не обращайте внимания на величие статуи, ведь у самих хуманов дела идут совсем не так радужно, как хотелось бы. Сам город мерзок, везде полно торгашей, магазинов с высокими ценами и вечно орующих игроков. Тем более сразу так до учителей не дойдёшь. Жители так и норовят споить главного героя, предлагая алкоголь задаром. Ты только делаешь глоток и бежит на беде. Также в этом городе Бакареш испытал самое неприятное чувство своей жизни. Он протрезвел. Воистину страшный город. Единственной радостью тут является квартал дворфов. Там обычно тихо, воняет дымом, санины бухих дворфов и изредка слышен стук на ковален. Настоящий рай для Бакареша. Тут мастера его обучили азам, дали в руки инструмент и пустили свободное плавание. С такими вроде бы простыми знаниями можно подняться по социальной лестнице, стать уважаемым человеком и, что самое главное, заиметь капитал. Теперь у нас появилась цель. Повышать свой рабочий скилл, параллельно выполняя всякие мелкие поручения по геноциду живности. Жизнь заиграла красками. Добытые материалы мгновенно превращаются в продукт. Пока что малоценный и низкокачественный, но вполне продаваемый у торговцев. Время шло. Скилл рос. Но нужно было продвигаться и по социальной лестнице, а для этого надо выполнять квесты повышенной сложности и в местах, где минералы не так легко найти. Чем больше он работал, тем больше осознавал, что в этих краях ему делать нечего, нужно валить. Но куда? А разве это имеет значение? Наверное, тот квест на Мурлоков я буду вспоминать в самых страшных снах. По одному не выцепишь, а втроем ломают рожу. Однако у Бакареша была огромная мотивация и, что немаловажно, мощная колотушка. Она-то и помогла выдержать суровые испытания элвинского леса. Но даже колотушка не сможет противостоять тому, что ожидает нашего героя в дальнейшем. На одной из ферм, в лесу, мы натыкаемся на недовольную Милфу по кличке тетушка Бренис Стоунфилд. Она жалуется нам, что ее ожерелье пропало и украл его никто иной, как некий Билли Маклур. Наш алкоголик Бакареш докапывается до ребенка, но тот отказывается что-либо говорить, пока мы не накормим его фирменными тетушкиными пирогами. На одну такую ребятячью тушу пришлось убить аж десяток кабанов, и при том только с четырех из них мы смогли взять сочное филе. Воистину жестокий и поехавший край. Он противен Бакарешу, но ничего с этим сделать нельзя. Приходится делать даже самую грязную работу, чтобы накопить денег и свалить отсюда. Прямо как к жизни! Мы относим филе на пироги, вместе с пирогами возвращаемся к мальцу и узнаем о вопиющей наглости. Паренек играл с этим ожерельем и внезапно уронил его. Не успел он его подобрать, как внезапно выскочил некий кобальт-фиск и утащил драгоценность в шахты. Теперь нам надо возвращаться в то место, где живут бедняги, у которых мы силы отобрали свечки. Их умрет еще больше, и все из-за инфантильности одного малолетнего дебила. Эта местность осточертела нашему главному герою. Ему стало невыносимо среди этих мерзких людей, но он понимал, чтобы выбраться отсюда придется еще больше убивать и еще больше приносить зла в этот мир. Но ему это уже было не нужно. Он достигнул 10 уровня, уровень, на котором каждый игрок должен сделать выбор жизненного пути. Ибо Кареш сделал свой выбор. Этим же вечером он повесился.